МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 сентября, а это огромная головная боль для всего взрослого Казахстана. По той простой причине, что наши дети подросли еще на год. Кто-то вошел в пору подросткового, такого юношеского максимализма, считает, что он взрослый, ему все можно. Малыши, огромное количество детей пошло в первый класс. И, в общем-то, с 1 сентября все это огромное количество, ну, будем так говорить, еще не совсем разумных, но граждан Казахстана стали полноправными участниками дорожного движения. Вот с 1 сентября в одночасье. И, конечно же, по всей республике с 1 сентября стартовала акция «Внимание, дети!». То есть в ней задействовано очень много ресурсов, потому что, как бы, в школах инспекторы по делам несовершеннолетних работают со школьниками и студентами и с их родителями. Полицейские приходят, насколько я знаю, на предприятия, собирают трудовые коллективы, опять же, говорят о безопасности детей самого дорогого, что у нас есть. Расскажите нам о рейде, чем занимается местная полицейская служба в эти дни. В данный момент, в первую очередь, безопасность несовершеннолетних, а именно школьников в маршрутных автобусах, общественных транспортах, а также частных легковых автомашин. Все, сейчас, как говорится, кто-то везет в школу, кто-то торопится на работу. Я прошу всех водителей, в первую очередь, чтобы были бдительными, именно когда будут проезжать пешеходные полосы, а также перекрестки, и возле школ будут, когда проезжать. Потому что сейчас дети только что пришли на новый учебный год. Сами знаете, все лето отдыхали. Но это после лета, естественно, собрать, как-то собрать сейчас в кучу ребенка практически невозможно. Поэтому сейчас с 1 сентября по 5 сентября проводится, внимание, дети, акция, мер рейда, мероприятия. На данный момент за 4 дня, за 4 дня рейда, составлено по дорожному безопасности 1286 протоколов. Из них 97 за автокресло. По статье 593. Потому что родители ввозят детей в школу без надлежащей оборудования. Должны все, кто имеет, перевозят детей в автокресло. Сами все знаете новую введенную законодательство, административный кодекс. Сейчас вот в основном по городу имеется 142 школ. Все обеспечены школьными инспекторами, где не достаются туда зональные инспекторы по делам несовершеннолетних. Что такое зональные, кстати? Зональные инспекторы, это как участковые инспекторы. Имеется в виду, они делятся на зону. На зоне бывает, может быть, 3 школы, 2 школы. Колледжи имеются. Они за территорию отвечают. Так как же, как и участковые. А школьные инспекторы, они именно в одну школу закрепляются, которую на территорию школы отвечают. Исключительно школа и территория. Территория, исключительно школа и территория. На данный момент самое многолюдное, где много движений, автотранспортов по городу. Самые загруженные улицы, да, самые оживленные. Оживленные, как говорится, много транспортов. Именно в такие улицы выставлено 67 постов. Именно дорожно-патрульные службы. Совместно с подделами несовершеннолетних инспекторов возле них. Именно с 7 до 9 рейдов. Для свободного прохода школьников. По пешеходным полосам. Например, в центральных улицах школы имеются у нас. Где имеются пешеходные полосы. Для того, чтобы свободно по пешеходному бездорожному транспортному прошествию было вставлять сотрудники дорожного службы. И получается, что сотрудники ДПС, если идет непрерывный поток машин, он может даже остановить, чтобы пропустить школьников, да? Такое возможно? Если нужно будет, остановят. Потому что где имеются пешеходные полосы, водитель должен автоматически, как пешеход вступает в эту пешеходную полосу, водитель должен останавливаться. Как говорится, чтобы... Сейчас все торопятся. Школы, детей повисели, либо на работу. Для этого выставляется, чтобы дорожно-транспортное происшествие не произошло. И именно участие несовершеннолетнего ДТП в дорожном транспортном прошествии не произошло. Выставляется на пешеходные полосы. Чтобы свободный проход для детей и школьников. Именно. Я так думаю, что и дети сейчас дают жару, можно сказать. Потому что многие дети отдыхали не в городе, провели лето. И, в общем-то, знаю даже по своим друзьям, что вернулись откуда-то, вот с дач вернулись, от бабушек, от дедушек, из каких-то дальних аулов. И дети вообще перестали бояться машин. Вот я заметила. Правда, им нужно какое-то время, чтобы опять привыкнуть к этому сумасшедшему ритму городскому. Правда, перестали бояться машин. Я вижу, как сигают, вот, где надо, где не надо. Перебегают дорогу. Вот с этим как бороться? На ваш взгляд? Первоначально в школах проводится, как говорится, в первую очередь родители должны воспитывать своих детей, думаю, дома, что этот город, черно-оживленный город, транспорта очень много, сами знаете. И, во-вторых, в школах проводятся лекции именно по дорожному движению, а также по правонарушениям административным, что как по закону полагается, вот, до скольки можно, несовершивлением по улицам гулять. Все это разъясняется. Профилактические беседы проводятся со всеми, с родителями и совместно с учениками. В вузах, в колледжах тоже проводят, зональные инспекторы школьные по делам несовершеннолетних. Проводятся. И, думаю, надеюсь, результаты будут. Надеюсь. Еще одна большая беда полиции родителей – это нахождение несовершеннолетних после 10 часов вечера и после 11 часов вечера. Причем наши подружки и дети считают, что они уже не дети, им все можно. И где-то это правило можно нарушить. Страдают, конечно, родители. Потому что штрафы серьезные. Кстати, очень много при случаях у нас в газете, в Рабате и на сайте utrar.kz у нас очень много возмущенных комментариев, что слишком большие штрафы на родителей накладываются. Вы считаете, что даже если это 5 МРП, вот вы как считаете? Это большой штраф? Не думаю, что большой, но, как говорится, если нужно же все равно как-то контроль держать детей. Например, родители должны вот почему о штрафах думать? А если произойдет с его ребенком что-то, а почему об этом не думать? После 11, почему после 23.00, почему гуляют дети без присмотра? Вот, например, сотрудники. Возьмем приехавший, как говорится, с аула, 17-летний подросток, учащийся в колледже. Он, родители думают, что он учится здесь в колледже, а он здесь, если гуляет, как можно? Он либо объект, либо субъектом будет. Это как? Объект, как говорится, может под чью-то пресс попасть, а субъектом, например, кого-то... В общем, или ребенок кого-то обидит, или кто-то обидит ребенка, да, несмотря... Официально должны, специально есть места, где для несовершеннолетних, нахождение после 23.00, есть центр адаптации несовершеннолетних. Сам называется, расположен в двух городах. Доставляются дети в эту организацию для того, чтобы до приезда родители находились там. Вот присмотром. Кстати, кто может забрать несовершеннолетнего из центра адаптации? Из центра адаптации могут забрать законные представители, это имеется в виду родители, либо опекунные, либо по доверенности родителей, доверяющие лицам. Официально, документально. То есть, как бы то ни было, общими силами, да? Если мы соберемся все вместе, мы сделаем наш город безопасным, а главное, мы сделаем его безопасным для наших же собственных детей.